Прибытие поезда сегодня снимают как первый люмьеровский фильм. На перроне все региональные и федеральные СМИ. А все дело в одном седьмом вагоне. Первое, что бросается в глаза – перегородки со встроенными лестницами по бокам и шторки, формирующие личное пространство. Говорят, из негорючего материала хорошо стираются и пропускают воздух. Появились индивидуальные розетки для каждого пассажира и столики для верхних полок. Прежде чем отправиться в первый рейс, Ксения Луговая изучила вагон. Вроде ничего принципиально нового, но проводник должен знать каждую мелочь. Сотрудников отбирали тщательно. Ксения перешла из вагонов «Люкс». Сложностей никаких не было, наоборот. Техника новая, сенсорное управление. Движемся в ногу с технологиями. Все стало намного удобнее и комфортнее. Также для проводника, не только для пассажиров. Фильтр для очистки воды с подогревом и охлаждением, сенсорная панель, туалетная комната теперь с гигиеническим душем, встроенным феном для рук и даже пеленальным столиком. Свои пожелания к комфорту пассажиры долгое время высказывали на московском Казанском вокзале. И этот вагон стал экспериментальным образцом будущей серии. Мы в этом году планируем до конца года получить 50 вагонов. Четыре вагона уже находятся в работе. Часть замечаний пассажиров, которые на макете были высказаны, они уже в вагоне реализованы. А с учетом четырех вагонов, эксплуатирующих на разном направлении, мы продолжим дорабатывать этот вагон. Кстати, повышенный комфорт пассажиры получат за те же деньги, что и в обычном плацкарте. А вот попасть сюда по желанию пока нельзя. Мы думаем над тем, чтобы сделать отдельную отметку и пассажир мог заранее видеть, что он покупает именно вот в этот новый модернизированный вагон. В настоящий момент это не реализовано, но однозначно совершенно такую отметку мы делать будем. Поэтому будет сюрприз для наших пассажиров. И для первых пассажиров новый вагон действительно стал большим сюрпризом. У меня не кажется, что можно вот так. Ой, свет вот индивидуальный, пожалуйста, читай. Тоже всегда туда-сюда 10 часов. Блым и нет. А здесь будешь читать, будешь отдыхать сколько надо. Первые 50 новых плацкартных вагонов пойдут в поездах дальнего следования в основном на южном направлении. Прежде всего это Ростов и Черноморское побережье. Марина Черных, Анатолий Рашевский, Дон-24, Ростов-на-Дону. Субтитры сделал DimaTorzok